Современные школьники в развитых странах мира привыкли к тому, что их обучение неразрывно связано с компьютером. Они воспринимают это как должное. Но есть места, где школьникам приходится очень непросто. В одной из бразильских муниципальных школ в пятом классе учится обычный 10-летний мальчишка Гильерме Сантьяго. Семья живёт в малообеспеченном районе, где не хватает удобств связи. И сам парнишка в семье младшей из четырёх детей. В интернете он стал известен благодаря видео, выложенному в социальную сеть одним из менеджеров крупного торгового центра Reef. Мужчина работает в магазине Samsung. Сотрудники стали замечать в своём отделе мальчика, часто подходящего к телефонам. Он включал их и зависал рядом. Переключал кнопки, смотрел в экран, время от времени что-то писал на листочке. Продавцы были в напряжении, поскольку парнишка был маленький и шустрый. Одежда его не отличалась особой новизной. Таким же был скромный рюкзачок. Работники магазина очень боялись, что если он украдёт дорогой смартфон, им придётся платить за него и своего кармана. Потом они решили, что обнаглевший мальчишка приходит играть в игры. Устав бояться, в одной из смен менеджер подкрался к парнишке поближе и, аккуратно отрезав ему путь к выходу, спросил, зачем он приходит в их салон. И что он делает с телефоном? Парнишка явно испугался, но ответил, что делает здесь уроки. Сотрудник магазина удивился. Тогда Гильерми рассказал подробнее. В их школе целых 278 учеников, на которых есть всего 12 планшетов. Но главное в том, что интернет регулируется школьным советом, и он даёт его очень ограниченно, поскольку это достаточно дорого. У его родителей нет столько денег, чтобы платить за установку оборудования. Поэтому, чтобы сделать задание, для которого требуется интернет, он приходит в магазин и использует для выхода в сеть один из телефонов. Вот сегодня ему нужно сделать задание по географии, на которое понадобится минут 10. Менеджер, потрясённый тягой ребёнка к знаниям, разрешил ему использовать планшет, на котором работать намного удобнее. Мальчишка с радостью согласился. Снятое видео сотрудник выложил в интернет с комментариями о том, что хотя семья не может позволить себе купить компьютер и вывести его в интернет, ребёнок нашёл возможность учиться и получать новые знания. В ответах многие бразильцы написали, что интернет в стране действительно дорогой, а малообеспеченные семьи не могут позволить себе приобрести компьютер или планшет, потому что минимальная зарплата составляет 1000 реалов, а затраты даже на маломощный компьютер – 600 реалов. Когда ролик набрал в социальной сети более 7,5 миллионов просмотров, на него обратили внимание в компании Samsung. Выступает лица компании, менеджер по обслуживанию Nejam Group и ответственный за покупки Густаво Дуки заявил, что компания дарит семью Сантьяго два планшета с полным обслуживанием. Также устройства будут застрахованы от неожиданной поломки. Ферма-производитель приняла решение, что стремление к знаниям, упорство и смекалка должны быть вознаграждены. Учитывая, что в семье не один ребёнок, компания презентует два изделия. Родители знали, что Гильерми иногда делал уроки в торговом центре, но никак не рассчитывали на такую известность. Тем более на подарок от компании-производителя. Они уверены, что такой великодушный жест подвигнет их сына учиться ещё настойчивее. В каких бы вы ни были условиях, всегда пробиваетесь к знаниям и своим мечтам. Судьба обязательно вознаграждает трудолюбивых, упорных и смелых. Друзья, на этом всё. Делитесь роликом с друзьями и близкими. До скорого!